Ещё раз напоминаю, что сегодня онлайн-урок по математике. Мы разбираем задания ЕГЭ профильного уровня. А проведёт этот урок Сергей Юрьевич Кулабухов, наш постоянный автор пособий, кандидат физико-математических наук. И я сейчас приглашаю его подключиться к нашему уроку. Сергей Юрьевич, пожалуйста, мы вас ждём. Да, спасибо. Либо вот вы уже на связи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжим то, что не удалось закончить на предыдущем вебинаре по техническим причинам. Ну, собственно говоря, даже это и хорошо, потому что всё-таки прорешивать вариант, на который отводится 4 часа, ещё и разными методами, у нас получается очень много времени. А так получился вполне себе к месту перерыв, чтобы, так сказать, осознать, отдохнуть и приступить теперь к наиболее сложным задачам. Ну, напомню, что в прошлый раз мы добрались до задачи номер 14. Эта задача была по стереометрии из пунктов А и В. Причём, пункт А мы, так сказать, рассмотрели два способа решения, примерно равнозначных по сложности. А для пункта В три способа решения, которые тоже, в общем и целом, равнозначны по сложности. Ну, то есть, где-то, может быть, технически более сложно, зато проще идеологически. И наоборот. То есть, получилось так, что два на три всего шесть разных способов решения задачи номер 14 мы рассмотрели. И они, в общем-то, более-менее равнозначны. Ну, остановились мы на 15-й задаче. И я предлагаю с неё, собственно говоря, и начать. Продолжить, точнее, наше мероприятие. Так, включаю презентацию. Значит, мы остановились на 15-й задаче. Вот она, да? Вот она. Итак, 15-я задача. Это неравенство. Неравенство тоже, это задача двухбальная. И среди всех, там, у нас мы рассмотрели три задачи. 13-я, 14-я и вот эта 15-я. Это самые простые задачи, в общем-то, второй части. Ну, хотя, опять же, 14-я, она вроде как двухбальная, но по проценту решаемости иногда, даже, как правило, 17-ю решает чуть получше. 15-я, она где-то так посередине. По уровню сложности обычно она где-то в районе 15%, ну, там, 12-15% процентов, процент ее решаемости. То есть, 13-я задача 40-50%, 14-я, там, 5-9-8 в этом диапазоне, ну, и 15-я в районе 15%. Это неравенство, двухбальная задача. В общем-то, задача стандартная достаточно. То есть, в принципе, она доступна, ну, так сказать, хорошему школьнику. Вот конкретно эта задача была тоже когда-то на ЕГЭ. вот в каком году, где-то в районе 16-го, 17-го года, вот в каком-то из вариантов, точно я не помню, уже за давностью времен. Ну, вот такая задача. Значит, у нас неравенство, оно, в общем-то, чем осложняется? У нас тут числители и знаменатели выражения такого смешанного типа. То есть, тут у нас и есть, так сказать, линейная часть х в первой степени, и есть показательная, два степени х в знаменателе левой части. Поэтому, естественно, напрашивается идея каким-то образом разложить это на множители, чтобы получить нужное нам решение. Ну, чтобы как бы разбить его на... привести к рациональному выражению, разбить на множители, для каждого из которых легко установить 0, и, соответственно, под методом интервалов решить эту задачу. Вот мы начинаем аккуратненько... Ну, перенесли все в левую часть, как обычно. При этом, вот, числители и знаменатели как-то там аккуратненько сгруппировали и вынесли общие множители. Вот сразу видно в знаменателе, какой есть здесь общий множитель х-5. И получается, что мы знаменатель тоже разложим на множители. И получается у нас, если привести подобные... Ну, к общему знаменателю, то получается общий знаменатель х-5 и 2 степени х-4. Соответственно, приводим к общему знаменателю и получаем вот такое выражение. Опять-таки, в числителе виден общий множитель, выносим его и окончательно получаем вот это. В принципе, для тех, кто знаком с методом рационализации либо с методом замены множителей, здесь еще каждый из этих вот трех множителей, ну, где есть степень, можно заменить на рациональное выражение. Но кто с этим методом не знаком, в общем-то, это в данном случае не обязательно. Тут вполне себе понятно, что является нулем в каждой скобке. Соответственно, при переходе через этот нуль будет меняться знак выражения, знак этой скобки. Поэтому мы можем легко просто воспользоваться стандартным методом интервалов. Как обычно, отмечаем на числовой оси точки, в которых выражение возможно сменяет знак. То есть, возможно смена знака вот этой левой части функции. Какие это точки? Это точки, в которых она обращается в нуль и точки, в которых знаменатель обращается в нуль. То есть, вся дробь не определена. Там, возможно, смена знака. Ну, либо, так сказать, функция переходит через ноль, через осью x, соответственно, меняется знак или выражение. Либо функция, скажем, где-то там ось, если знаменатель или ноль, то это обычно соответствует вертикальной асимптоте. Соответственно, тоже здесь разные могут смениться знаки. А могут и не меняться. А что эти точки мы выделили? Там, где в нуль обращается жирненьким, ну, как обычно, там, закрашенная точка. Ну, а там, где у нас выражения не существует, выколотая точка. Эти точки ноль. Откуда берется точка ноль? В точке ноль, вот эта скобка, три степени x минус один, обращается в ноль. То есть, при переходе через ноль по x, будет меняться знак всего этого. Возможно, меняется знак этого выражения. Двойка. Двойка, это у нас точка, в которой вот эта скобка, два в степени x минус четыре, обращается в ноль. Ну, и пятерка, это вот x минус пять, там обращается в ноль. Вот у нас три точки. Расставляем знаки. Опять-таки, знаки можно расставлять при помощи пробных точек. И, в общем случае, это делать так. Но в данной ситуации немножко проще, потому что мы сразу видим, что если возьмем x очень большой, то в каждой скобке будет положительной. Значит, крайний правый интервал плюс. А дальше, двигаясь справа на лево, то есть, в сторону уменьшения x, переходим через пятерку, смотрим. При переходе через пятерку меняет знак вот эта скобка, только x минус пять. Соответственно, все выражение меняет знак. Поменяли знак. Дальше двигаемся, уменьшаем x. При переходе через двойку, при переходе через двойку поменяют знак сразу две скобки. Вот это, в числителе и в знаменателе. Оно одинаковое. Соответственно, все выражение знак не поменяет. Тоже здесь минус. И при переходе через ноль у нас меняет знак скобка три степени x минус один. Соответственно, здесь она в первой степени нечетная, поэтому знак меняется. И так получается вот такая расстановка знаков. Те из школьников, кто на автомате меняют знаки, чередуя их, они, конечно, здесь ошибутся. Потому что при переходе через двойку знак не меняется. Но, повторяю, можно и проще брать пробные точки, подставлять, вычислять и определять знак выражения. Ну, как проще. Сложнее, потому что технически это надо считать все. А здесь это видно сразу. То есть, для тех, кто понимает, о чем лечь. Короче, выбираем вот то, что выделено соответствует знак минусу и даем ответ. Вот решение. Собственно говоря, как видите, задача решается буквально там в три строчки. Ну и картинка в четыре строчки. Собственно говоря, какие-то, ну, очень простая задача. Но, тем не менее, проценты ее решаемости, не скажу, чтобы как-то особо зашкаливал. Как обычно ее решили там в районе 12-15%. Так. Вопросы есть у кого-нибудь по поводу этой задачи? Я ее, естественно, ну, какие-то другие не буду показывать. Она очень простая. Чего там еще ее особо комментируем? Так. Смотрим тогда следующую задачу. Вот мы начинаем. Начинаются у нас трехбальные задачи. Шестнадцатая и семнадцатая задачи считаются задачами повышенного уровня сложности и стоит 3 балла. Ну, тут в шестнадцатой задачи у нас есть пункт А и Б. Обычно пункт А стоит 1 балл, пункт Б 2 балла. В сумме 3. Значит, в принципе, процент решаемости этой задачи где-то в районе, ну, от 2 до 5 там максимум. В районе там 2-3 обычно. То есть, она из всех задач вот трехбальных, да не только трехбальных, а от первой до семнадцатой включительно, это самая сложная задача. Хуже ее решают только четырехбальные задачи. Там 18 и 19. И то 19 бывает еще и лучше решают. Ну, там пункта простые. Значит, шестнадцатая это, можно сказать, одна из самых сложных задач. Почему она сложная? Ну, потому что она по геометрии. Во-первых, планиметрию школьники завершают изучение в девятом классе, а весь 10-11 класс изучается стереометрия. Чисто планиметрические задачи уже практически не решаются. Раз. И, кроме того, она повышена уровня сложности. То есть, она реально вот сложная задача. здесь я тоже приведу два разных решения. Ну, точнее, два разных решения пункта А и два разных решения пункта Б. То есть, получится 2 на 2, всего 4 будут разных решения. Ну, они каждый по-своему чем-то любопытен. И, в общем-то, по уровню сложности примерно похожи. Удача сложная вообще, так я подробно ее рассмотрю. Итак, у нас треугольники А, Б, С. Значит, сразу чертеж смотрим. Точки А1, Б1, С1 это середины соответствующих сторон. А, АЖ высота. И даны два угла. Ну, 60 градусов и 45 градусов они на чертеже сразу обозначены. Пункт А, который стоит 1 балл. Докажите, что точки А1, Б1, С1 и АЖ лежат на одной окружности. И пункт Б найдите вот это вот А1, АЖ. Если известно, что Б, С равно 2 корня из 3. В принципе, вот можно получить, например, пункт А не доказать, а пункт Б как-то решить и получить, ну, найти А1, АЖ. Кстати, там одно из решений пункта Б будет никак не основано на том, что точки эти лежат на одной окружности. То есть, его можно делать независимо, в принципе, от пункта А. поэтому получается, что по большому счету тут можно получить 2 балла, решив Б, но не решив А. Ну и А, соответственно, если сделали, то это 1 балл. Ну, бывает еще так, что все сделали А и Б, но допустили какую-нибудь архитническую ошибку. Либо там на что-то не сослались, на какой-то пункт, на какую-то теорему. За это могут 1 балл снять, но обычно за архитническую ошибку. Все-таки здесь достаточно лояльно проверяют в том смысле, что задача сложная, ее решают в единице. Если кто-то там на очевидную теорему не сослался, типа, скажем, ОГЭ пресс на неравнение треугольника равны, да, но просто это использовал, так как треугольник равномедленный, то вот это самое, без формулировки, это считается допустимым. Ну, потому что тут ясно, что посторонний, так сказать, человек с улицы эту задачу обычно не решает. Это люди, которые все понимают среди решающих. Поэтому ее проверяют достаточно лояльно. Итак, посмотрим пункт А. Начнем, мы должны доказать, что эти точки лежат на одной окружности. А1, В1, С1, А. Вот мы начинаем рассматривать. Ну, во-первых, провели А1, В1 и В1, С1. Они соединяют средний сторон, поэтому это будут средние линии. Раз они средние линии, то они, соответственно, параллельны с основанием противоположным. И получается, что в четырехугольнике А1, В, С1, В1 противоположные стороны попарно-параллельны. Значит, он параллелограмм. Ну, а раз он параллелограмм, то у него противоположные углы равны. Вот угол при вершине В равен 75 градусов, ну, потому что сама угла в треугольнике 180, два зелененьких угла нам даны. Ну, и, соответственно, противоположный угол при вершине В1 в параллелограмме тоже 75. Вот это здесь изображено. Первый шаг рассуждения. Второй этап. Проводим вот С1, H. Это у нас будет, ну, если смотреть прямоугольный треугольник А, H, B, то H, C1 это медиана проведенной из вершины прямого угла. Как известно, она равна половине гипотенузы. Ну, а C1 середина отрезка AB. Получается, что H, C1 равно B, C1. Соответственно, треугольник B, C1, H является равнобедренным. Ну, и, как я уже говорил, это означает, что углы при основании равны у него. Соответственно, угол C1, H, B тоже 75 градусов он здесь изображен. Ну, и, учитывая, что угол A1, H, B является развернутым, то мы можем найти угол A1, H, C1. Ну, как 180 минус 75. И получили, что вот этот на чертеже обозначенный угол A1, H, C1 равен 105 градусов. Ну, и теперь нам все понятно. Третий шаг рассуждения. Учитывая, что в четырехугольнике A1, B1, C1, H сумма противоположных углов 105 плюс 75 равна 180 градусов, ну, это означает, что эти точки лежат на одной окружности. Один из признаков того, что четыре точки лежат на одной окружности. Такой. Вот, пункт A мы доказали. Это стоило 1 балл. Как видите, здесь достаточно такие непростые рассуждения, дополнительные построения и так дальше. То есть, ну, в любом случае задача непростая. Теперь пункт B решение. Значит, мы доказали, что на одной окружности они лежат и на самом деле про это забываем, потому что пункт B будет решаться без использования результата пункта A. Ну, в данном решении. Вот во втором там будет результат пункта A использоваться. Итак, вот мы рассматриваем треугольник ABC, ну, исходный. В нем все углы известны. Известна сторона BC. По условию в пункте B там сказано, что BC равна 2 корня из 3. Соответственно, расписываем теорему синусов для этого треугольника. То есть, сторона в отношении поделить на синус противолежащего угла, они постоянны для любого треугольника. Значит, BC на синус угла A равно AC на синус угла B. Ну, синус угла B мы нашли, B угол в пункте A. Поэтому, из этого выражаем AC. Тут нам все известно. BC дано, синус A по условию 60, B мы нашли. и все расписали, получаем после всяких там синус это одна вторая, получаем 4 синус 75 градусов. Ну, в принципе, 75 градусов синус 75 градусов, конечно, это не табличное значение, но, учитывая, что эта задача повышена уровня сложности, мы можем его посчитать, используя стандартную формулу. Значит, это синус суммы 45 и 30 градусов, а 35 и 40, 45 и 30 это табличное значение. Расписываем, все подставляем, проводим нужные вычисления и получается, что синус 75 градусов равен вот этому выражению. Корень из 2 умножить на скобку корень из 3 плюс 1 и все это делить на 4. Соответственно, у нас здесь АС будет равно 4 синуса 75, то есть корень из 2 умножить на корень из 3 плюс 1. Вот мы нашли сторону АС. Ну, и, собственно говоря, следующий ход. Рассматриваем треугольник вот этот вот АС Х. Он прямоугольный при вершине, ну, АХ это высота треугольника АВС. Значит, это прямой угол. Соответственно, у него, у прямоугольного треугольника, если острый угол равен 45, то и другой, само собой, равен 45, потому что в сумме они 90. И, значит, он равнобедренный. Обозначаем сторону С, АХ за Х, ну, катет. И тогда получается, что Х квадрат плюс Х квадрат равно АС квадрат. Теорема Пифагора. 2Х квадрат равно АС квадрат. Отсюда выражаем Х через АС. АС мы в пункте первом нашли. Подставляем сюда и получаем, что Х, то есть С, Х, равно корень из трех плюс единица. Ну и последний шаг рассуждения. Учитывая, что у нас А1 Х равен С, Х минус С, А1, а С1 это половина БС по условию А1 это сильная БС. Значит, минус БС пополам, Х минус БС пополам, Х мы знаем, БС мы знаем, два корня из трех. Все подставили, получили, что А1 Х равно единице. Даем ответ. Вот такое решение, в котором активно используется тригонометрия. Ну вот в этом месте, где мы 75 градусов ищем. И кроме того, в этом решении не используется пункт А, в общем-то, кроме того, что мы угол 75 градусов используем, который там нашли. Но можно было бы это найти вообще без доказательства того, что точки лежат на одной окружности. Х С1 провели и треугольник БС один наш равнобедренный, поэтому угол Б уже из 180-60-45 и все. Б нашли. То есть в этом решении пункта Б пункта вообще не нужен. Ну вот во втором решении я сейчас приведу примерно равнозначное по сложности, но совершенно другое второе решение. Там в чем будет отличие. во-первых мы будем использовать результат пункта А и во-вторых мы вот этой тригонометрии ужасную без нее обойдемся. Потому что это все-таки ну тут надо отдельно нечто из курса тригонометрии а не из геометрии приходится применять. А по-другому решим пункт А. Сергей Юрьевич пожалуйста повторите второй и третий пункт. В пункте Б что ли? Вот здесь ну давайте повторим. Ну просят повторить второй и третий пункт. Хорошо. Итак значит мы нашли АС из теремы синусов до треугольника АВС. Ну угол А 60 по условию угол Б можем найти 80 минус 60 минус 45 Значит соответственно мы можем знаем БЦ по условию можем найти АС вот выразили АС это 4 7 75 тут нашли 7 75 и нашли АС это пункт первый. Теперь пункт второй. Значит мы рассматриваем треугольник АС 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 он прямоугольный у него 1 ностреугол 45 значит он равнобедренный. Соответственно обозначаем его катет за Х ну С например и получаем теорему Пифагора Х квадрат плюс Х квадрат равно квадрат гипотеноза гипотеноза нам известна значит находим Х АС мы нашли пункт 1 нашли Х х х х х х отрезок ну и все а теперь чтобы найти А1 H мы должны из найденного значения CH вычесть СА1 АС А1 это половина BC ну и все то есть А1 H это CH минус половина BC минус CA1 Х найдено BC нам дано все подставили тут лишнее сократилось получилась единица понятно так сейчас посмотрим где там спрашивают зачем для учителей математики разжевывать решение прямоугольных треугольников проблема в том что основные слушатели этого вебинара по нашей задумке не учителя математики а ученики вот для учеников я разжевываю тем более вопрос вот повторите пункт 2 и 3 кому понятно ну тут может немножко поскучать так теперь другое решение пункта значит мы опять таки дан этот треугольник данные углы А и С и нужно доказать там сколько 60 и 45 градусов и нужно доказать что вот эти А В1 С1 и H все 4 точки лежат на одной кругу ну во первых мы начинаем с того что в прямоугольном треугольнике АВ проводим медиану проведенную из вершины прямого угла начала равнополни гипотенузе поэтому получается что треугольник этот ВС1 равнобедренный но это тот же ход который там был значит он равнобедренный значит С1 это половина сторона АВ с другой стороны А1 В1 это средняя линия треугольника АВС и А1 В1 тоже равно половине АВ а это означает что С1 равно А1 В1 то есть вот этот весь треугольник А1 H С1 В1 является равнобедренной трапецией значит боковые стороны равны а почему эта трапеция потому что В1 С1 тоже средняя линия поэтому она параллельна ВС ну и соответственно А1 Итак эта трапеция равнобедренная ну а как известно равнобедренная трапеция можно описать окружность это факт известный кому неизвестен представьте себе равнобедренную трапецию у нее вот эти два угла они ну как соответственные односторонние сумма односторонних углов равна 180 градусов так она равнобедренная то это уговорами вот это значит противоположные углы в сумме дает 180 градусов 4 угольники иначе вокруг нее можно описать окружность ну, собственно, это известный факт что вокруг равнобедренной трапеции и только вокруг равнобедренной вокруг любой другой трапеции не опишешь вокруг равнобедренной описывается окружность вот мы пункт А тут без вычисления углов только на основе основных каких-то свойств другое решение да, тут кстати буква B написано да, подразумевается, конечно, пункт А Так, теперь проведем другое решение пункта B. Вот в этом решении будет использоваться тот факт, что четыре точки лежат на одной окружности. Поэтому вот эту окружность я на чертеже оставляю и расписываю вот эти углы. Откуда? В треугольнике A1HC1. Этот треугольник, кстати говоря, вокруг него описана эта окружность, как известно. Она здесь изображена. Этот угол равен 45 градусов C1A1H, потому что A1C1 параллельно AC. И вот эти два угла, они, как они там, соответственные, да, при секущей BC. И параллельных AC и A1C1. Значит, это угол 45. Соответственно, почему вот этот? Да, этот 105, ну, это мы, значит, надо его искать, да, то есть вот точно так же, как в пункте А, предыдущего пункта, да. То есть здесь мы угол нашли 75, угол B. Треугольник BHC1 равна бедре, значит, здесь тоже 75, угол BHC1. И, соответственно, угол A1HC1 105 градусов. То есть этот пункт B сопрягается только с другим пунктом А, не с этим, а с другим. То есть тут нужен угол вот этот вот, что угол H 105 градусов. Итак, вот этот 105, тогда это 30, потому что сумма углов 180 градусов. Так, все угол расписали. Теперь для этого маленького треугольника A1HC1, ну, запишем обобщенную теорему синусов, которая утверждает, что отношение стороны к синусу противолишащего угла в любом треугольнике, ну, есть величина постоянно, это просто теорема синусов. А то, что она еще к тому же и равна удвоенному радиусу описанной окружности, это обобщенная называется теорема синусов. Поэтому A1H, то, что мы хотим найти, отрезок A1H, относится к синусу 30, как удвоенный радиус, ну, как диаметр описанной окружности. Вот R радиус описанной окружности. Отсюда мы можем выразить A1H, это 2R sin 30, sin 31, 2. То есть A1H, это просто радиус вот этой вот окружности. Которую мы в пункте A получили. Доказали, что он существует. И осталось теперь найти этот радиус описанной окружности. Ну, точнее, этой окружности. А чтобы его найти, мы воспользуемся другим треугольником. А именно треугольником A1, B1, C1. Что это за треугольник? У него каждая сторона, ну, A1, B1, параллельно стороне A, B, B, потому что это средняя линия. Ну, и так дальше. Он состоит из средних линий большого треугольника A, B, C. Поэтому у него, соответственно, и стороны параллельны, и соответствующие углы равны. Ну, то есть он подобен A1, B1, C1, подобен треугольнику A, B, C. Все стороны там попарно параллельны. Соответственно, угол B1, A1, C1 тоже равен 60 градусов, как и в большом треугольнике. Ну, угол при вершине C1 будет 45, угол при вершине B1 – 75. Но нам они нужны. Нам нужен угол при вершине A1. То есть угол B1, A1, C1 равен 60 градусов. И мы теперь рассмотрим обобщенную теорему синусов для треугольника A1, B1, C1. То же отношение стороны B1, C1 к синусу противополежащего угла 60 градусов равно 2R. R то же самое, потому что та же самая описанная колонность. Отсюда мы можем выразить R. И R получается равно B, C делить на 4 синус 60 градусов. Учитывая, что B1, C1 – это средняя линия, значит, она равна половине B, C. Значит, вместо B1, C1 мы пишем B, C пополам. Получаем вот это. Б, C нам дано, C на 60 табличное значение. Все подставили, получили, что радиус описанной окружности равен единице. Ну и как до этого мы в пункте 2 показали, вот здесь, что A1, H, в первом пункте A1, H – это радиус описанной окружности. То есть A1, H равно единице. Вот второе решение. Ну, повторяю это решение, чтобы оно аккуратно сработало, к нему нужно приписать пункт А, вот это первое решение. Там, где угол 105 градусов определялся. Ну, имеется в виду вот это, да? Сейчас я покажу, где он. Вот это, да? А, это B. Вот оно, да? То есть мы решали, здесь вот угол нашли, что он 105 градусов. И к этому A добавляется, можно вот это B, оно с ним, с пунктом А вообще никак не связано. А вот это решение пункта B связано с тем пунктом А. Ну, то есть получается одно решение, из того пункта А можно любые два, ну, второе брать. Короче, тут три или около того решения разных. Они, в принципе, равнозначны в каком-то смысле. И, кстати говоря, это пример того, что можно пункт B решать совершенно не опираясь на пункт А. Такое иногда бывает. Хотя, как правило, пункт А это подсказка, в каком направлении нужно двигаться, чтобы получить решение пункта B. Ну, не всегда так. Как видите, вот здесь пример, в котором видно, что пункт B, в общем-то, можно решить и не знать. И независимо от пункта А. Так. Ну, есть ли вопросы по этой задаче? Ну, сразу говорю, задачи решают людей мало, берутся за нее вообще на процентов 10-15 в лучшем случае. Ну, а решают, соответственно, 2-3-5 процентов от силы ежегодно. Показывает так статистика. То есть задача довольно сложная. И, в общем-то, я ее оценивал по уровню сложности. Ну, конечно, далеко выходящую за школьный, так сказать, уровень. Это гораздо выше школьной пятерки, скажем так. Соответственно, если вы просто готовитесь к ЕГЭ в рамках обычных школьных занятий, то вряд ли вы подготовитесь к этой 16-й задаче. Ну, с другой стороны, первые 15 задач вполне себе для их успешного решения вполне достаточно обычных школьных уроков. То есть, если вы нормально в школе учитесь, делаете все домашние задания, там, как бы, там, ну, в общем, все требования удовлетворяете и выполняете, то вы свои, там, первые 15 задач, по идее, можете решить без всяких дополнительных занятий. Ну, а дело в том, что, начиная с 16-й задачи, у нас 3-х и 4-х бальные задачи. Они задачи, которые проверяют не уровень освоения школьных знаний, они предназначены для отбора поступающих в ВУЗы. Другой вопрос, что до 15-й задачи, если вы все решите, у вас будет там что-то баллов под 76, и этого достаточно, в общем-то, и так почти в любой ВУЗ поступить, кроме самых-самых, скажем так, престижных, да, там, где очень большой конкурс. Вот там, да, там уже надо решать вот эти задачи. Ну, и прямо скажем, 17-я задача, которая тоже стоит 3 баллов, она, как правило, существенно проще предыдущей 3-х бальной задачи. И реально процент решаемости в 17-й задачи бывает даже в некоторые годы достигает 15%. То есть ее иногда решают практически как 2-х бальную задачу. Ну, лучше в любом случае, чем 2-х бальная задача по стереометрии. То есть, ну, раза в 3-5 ее лучше решают, чем предыдущую задачу. Она проще. Ну, понятно, почему проще, потому что по геометрии это надо куча теорем, знать, уметь их применять в разных ситуациях, уметь, значит, ну, в общем, навыки иметь, выполнять иногда дополнительные построения, как, например, в этой задаче. Помните, мы там медиану к этой самой провели, из вершины прямого говорящего увидеть надо, это медиану провести. А те, кто как бы этого не увидит, они вообще, в принципе, не решают даже пункту. То есть вот тут такая хитрая задача. А 17-я достаточно стандартная экономика, условно говоря. Реально, конечно, задача это по математике, и сразу это видно из условия. В июле 2020 года планируется взять кредит на некоторую сумму. Условия возврата таковы. В январе каждого года долг увеличен на 20% по сравнению с предыдущим годом. С февраля по июнь нужно выплатить часть долга одним платежом. Определите, какую сумму взяли в кредит, если известно, что кредит был выплачен четырьмя равными платежами, то есть за 4 года, и общая сумма выплат составила 311 040 рублей. Ну, во-первых, почему я вижу, что это значение по экономике? Не используется всевозможная экономическая терминология. Вот, например, в январе каждого года долг увеличен на 20% по сравнению с январем с предыдущим годом. Экономисты говорят, пожалуйста, под кредит по 20% годовых. Но так как сдача не по экономике, то здесь аккуратно описано, что происходит с этим кредитом. Дальше. Выплачен четырьмя равными платежами. Тоже есть соответствующая терминология в экономике. По-моему, когда равными платежами, это называется аннуитентная схема погашения кредита. Ну, таких терминов здесь не используется, потому что сдача не по экономике, а по математике. Соответственно, аккуратно описано, что происходит с кредитом, как он гасится, так, чтобы было понятно любому, так сказать, школьнику, который, в общем-то, далек от экономики. Задача по математике. Ну, с другой стороны, надо отметить, что вот из всех задач второй части эта задача, пожалуй, единственная, которая практически каждому человеку пригодится в дальнейшей его жизни. Мало кому придется в жизни решать тригометрические уравнения дальше. Ну, кроме, так сказать, учителей математики. А в одновляющем большинстве случаев они никому, в общем-то, не нужны. Ну, или там та же планиметрия, и там подобная стереометрия. А вот эти задачи, умение, так сказать, просчитывать, как там кредит, то есть прийти, как его взять, прикинуть, как ты его будешь выплачивать, сколько это обойдется и так дальше. Ну, и всевозможные комбинации. Это, конечно, очень важно. Ладно, приходим к нашей задаче. Значит, у нас известно, что было 4 равных платежа, неизвестна сумма, но известно, сколько выплатили. 20% годовых. Ну, вот, чтобы аккуратненько это все изобразить, ну, мы должны, во-первых, что-то неизвестное взять. Нам нужно найти общую сумму кредита. Ну, удобно, учитывая, что были равные платежи, обозначить один платеж за x, тогда весь кредит будет 4x. Мы в ответ запишем 4x. И этот x нужно будет найти, наверное. И попробовать составить уравнение относительно вот этого x и его решить. Иногда, может быть, при решении такого, ну, при составлении уравнений, само собой, это проблема. И при решении иногда возникает не уравнение, а два уравнения. И уравнение могут быть разные. Иногда не линейные, иногда квадратные. Ну, в разных вариантах по-разному. Посмотрим, что здесь. Так. А, фу, ты, что-то я сказал, что x равно 4x. Ничего оно не равно. Это же сумма платежа. 4x равно вот это вот, 311 тысяч 40. А s, это нам нужно найти, кто его знает. Значит, у нас получится 2 переменных. x, это сумма ежегодного платежа. 4 таких платежа составляет 311 тысяч 40 по условию. А s, это искомая сумма, которую мы должны найти. И теперь, имея эти обозначения, аккуратненько распишем. То есть, мы взяли s, сумму. И что у нас получится через 4 года, выразив эту сумму через s и x. Удобнее всего это построение осуществить при помощи таблички. Аккуратненько заполняя ее слева направо, сверху вниз. Итак, вот мы в 2020 году взяли сумму s. Значит, январе 2021 по условию она увеличится на 20%. То есть, у нас стало 1,2s. Это s увеличено на 20%. В июле, то есть, вероятно, по июнь мы выплатили часть. Мы часть заплатили. Часть у нас ежегодный платеж это x. Значит, в июле осталось 1,2s минус x. Следующий год на эту сумму в январе добавляется снова 20% к ней. Мы получаем вот такое выражение. И в июле из него вычитаем еще один платеж. Ну, к июлю вычитается еще один платеж x. Когда мы его там сделали, непонятно. С февраля по июнь. Но в июле останется вот такая сумма. Следующий год опять на нее набрасывается. Ну, короче, получается такая вполне себе регулярная структура. Ну, каждый раз увеличено 20%. То есть, мы нажимаем на 1,2s и вычитаем x. В итоге, после 4 выплат, вот она 1,2,3,4 выплаты. 1,2,3,4 x, да. У нас получается вот такое выражение. Это то, что осталось после 4 выплат. Какой долг остался? Ну, по условию мы все выплатили. Поэтому эта величина должна равняться 0. Вот мы получили одно уравнение, связывающее s и x. Ну, в этом уровне две переменных. Поэтому нужно еще как какое-то второе уравнение получить связи. Ну, наверное, это просто вот оно, да. Условия вот того, что все выплаты в сумме составили 311.040 рублей. Значит, 4x равно 311.040. Получилась система уравнений от двух неизвестных. Между прочим, если внимательно посмотреть, то система эта линейная. s входит в первой степени, x в первой, и здесь x в первой. То есть это просто линейная система. Нам нужно решить ее относительно s. Ну, единственное, конечно, возня. Тут будет четвертая степень 1,2 в четвертой степени. Это надо будет как-то считать. Калькулятора у нас нету. Ну, в целом, вот вся математическая модель сводится к решению этой системы. Итак, вот из первого выражения, из уравнения, вот мы записываем аккуратненько, приводим, ну, все скобки перемножаем, получаем вот такое выражение. И из него выражаем s. То есть x выносим за скобку, приводим подобные. Коэффициент при x можно аккуратненько посчитать для желающих. Ну, я считать не стал, я просто записал как сумму геометрической прогрессии. Потому что 1 плюс 1,2 по 1,2 и так дальше. Вот это в скобочках геометрическая прогрессия из четырех членов. Первый член единица. Занетель прогрессии равен 1,2. Вот по этой формуле и расписали. Ну, чтобы было проще считать, потому что возводить степень, это вообще тяжело. И отсюда выражаем s. s равно x умножить, вот этот коэффициент. Ну, то есть x переносим вправо со сменой знака на плюс. И делим все на 1,2 в четвертой степени. Ну, а 0,2 это 1,2 минус 1. Короче, получаем вот такое s. s мы выразили. И теперь вот подстановка решаем. Теперь из второго уравнения выражаем x, подставляем сюда. И все надо аккуратненько посчитать. Значит, причем на 4 оно делится, потому что 311,040, число последних цифр 40, оно делится на 4. На число число делится на 4, делим на 4, получаем вот это. И теперь нужно вот это посчитать. Ну, в принципе, считать это можно, конечно, по-разному. Но вспоминая о том, что у нас нет калькулятора, желательно все-таки вычисления осуществлять как-то вот поаккуратнее, чтобы поменьше было возни с возведением. Вот кто-то начнет в четвертой степени возводить 1,2 в столбик, это умножать до изнеможения. Ну, это, в общем-то, технически время просто не то ходит. Это никакой гарантии. Поэтому мы поступаем по-другому. Переходим от десятичных дробей к обычным, чтобы работать с целыми числами, потому что это всегда проще. Значит, 2 десятых. Вот оно, 2 десятых. Ну, 1,2 это 6 пятых. Аккуратненько расписали. Дальше. Ну, здесь привели в числителе к общему знаменателю. Вот, знаменателю будет 5 четвертой. И в знаменателе 5 четвертой. Они сокращаются. Получается вот это. Ну, а 5 это 10 делить на 2. Вот это получается. На наше счастье, если внимательно посмотреть, вот это число 77,760. Оно четное. И, кроме того, сумма цифр 21 плюс 6, 27. Оно делится на 3. Значит, это число делится на 6. Мы его можем на столбик поделить на 6. Выяснится, что новое число снова делится на 6. И так дальше. Короче, все это сокращается на 6 четвертой степени. Делим, и получается просто 60. Итак, повторяю. Я делю по очереди. Значит, на 6. Потом опять на 6. Потому что по признаку делимости вижу, что делится на 6. Значит, делю 4 раза на 6. Получаю 60. 60 на 5. Аж сократился. 6 четвертая минус 5 четвертая. Это разность квадратов. Опять-таки. Записываю разность квадратов. И после этого я аккуратненько все считаю. Тут уже можно, в принципе, его сам посчитать. И получается, здесь 11300 рублей. Прикидываем с точки зрения правдоподобности. Я взял 200 тысяч. Заплатил 300. Но 4 года по 20%. Ну, где-то как минимум 80%. Плюс там накрутки. То да сё. В общем, где-то правдоподобно. Если бы я здесь получил, например, 2 миллиона. Было бы сомнительно. Взял 2 миллиона. Заплатил 300 тысяч. А 200 тысяч. Ну, близко. Более-менее. То есть, по крайней мере, проверку правдоподобности. Этот ответ проходит. Ну, а в смысле арифметики, конечно, при переписывании на чистовик. Надо еще вас аккуратно проверить. Это я школьникам рекомендации даю. То есть, было бы странно. Ну, очень часто бывают люди какие-то бредовые числа получают. Я даже не задумываюсь, пишут их в ответ, так сказать. Вот. Тут надо еще проверять с точки зрения. Хотя бы правдоподобности. Сергей Юрьевич, обратите внимание на вопрос в чате. Смотрю. Коэффициент. Откуда получилось 1,2? Как это? Откуда? А. Чтобы увеличить число S на 20%, нужно это число умножить на 1,2. К сожалению, реальные свойства нашего мира таковы, что если вы не понимаете, почему при увеличении на 20% нужно число умножить на 1,2, то вам к этой сдаче приступать просто не то, что рано, а уже поздно. Потому что за оставшийся месяц вы к ЕГЭ ее не подготовите. То есть, если вы процентов не понимаете, тут вопрос темный. Ну, и не надо ее решать. Я повторяю, просто до 15-й все решив, вы уже там за 70, хорошо, под 80 баллов наберете. Ну, там где-то ошибетесь, получите 70, а 70, как показывает опыт, хватает практически в любой региональный ВУЗ поступить, на любой специальности. То есть, у кого такие проблемы, даже не заморачивайтесь. Так, объяснил, откуда взялось 1,5. Это шестой класс, то есть увеличение на 20%. Так, опять-таки, рассчитывайте свои силы. То есть, ну, желательно тут понимать, что эта задача трехбальная, она сложная. Ее решает в лучшем случае процентов 12-15, но это в идеале. Как правило, там, ну, в районе 10%. То есть, один из десяти решавших. А ЕГЭ решает профильное только половину примерно от всех выпускников. Значит, получается, один из 20 человек ее в среднем решает. Вот и прикиньте, у вас в классе, например, 20-25 человек сидит. Значит, из них в лучшем случае один-полтора человека, так сказать, полтора землекопа ее решат в лучшем случае. Одно целое десятое, так сказать. Да, ну, не важно. Короче, вот получается, что примерно один человек из класса решит. Вот представьте, это вы тот человек или там ваш сосед на какой-то другой парте. Ну, это в среднем, опять-таки. Есть классы, там, условно говоря, физико-математические, где ее решают там больше половины людей. И есть обычные классы, где, как правило, никто ему не решает. Так что, это задача достаточно высокого уровня. И следующая задача, номер 18. Это задача вообще четырехбальная. Соответственно, по проценту решаемости она одна из самых сложных. Ну, точнее, вот 18-19. Это самые сложные задачи ЕГЭ. Человек, который решит все до 18-й включительно, безошибочно, на ЕГЭ получит где-то баллов 96. Вот так вот. Ну, таких людей обычно на город типа Ростова, там, на миллионник, да, на полтора миллиона населения. Таких человек, ну, 5-6, там, получается. Ну, 10 в лучшем случае. Ясно, что в городах там где-то побольше, где-то поменьше. Ну, это, в общем, единицы. Таких людей мало. Ну, оно и проценты. Если посмотрим процент решаемости, год от года он колеблется где-то в районе одного процента, одного, ну, максимум двух процентов. То есть ее решают, вот, 18 задачи вообще. Задачи с параметром. В обычной школе задания с параметром на уроках алгебры вообще не рассматриваются. В физмат-школах такая тема и такие темы встречаются, задачи такие и есть. Но тоже они в любом случае непростые. Что показывает и статистика. То есть в районе одного процента, процента решаемости. Конкретно эта задача была, по-моему, то ли в 18-м году, то ли в 17-м на основном ЕГЭ. Я ее прямо из ЕГЭ взял. Вот это один в один. Тут даже числа все настоящие, как были на экзамене. Найдите все значения А, при каждом из которых система неравенств имеет хотя бы одно решение на 3,3,4. В системе у нас три неравенства, но каждое неравенство от одной переменной. Ну, с параметром. То есть, в принципе, первое неравенство обычное линейное, третье тоже обычное линейное, ну, а второе иррациональное. Ну, достаточно простое по виду. То есть, каждая из неравенств достаточно простое, но вот из всех три надо там найти такие параметры. Короче, в общем, алгебраическое решение этой задачи возможно. Вполне себе. То есть, технически там ее можно решить, решая каждое неравенство, потом всех пересекая, находя соответствующее значение параметра, и чтобы это пересекалось с атриском 3,4. Но все-таки более простое решение, и решение, которое сейчас приведу, оно будет графическое, основанное на так называемом методе областей или координатно-параметрическом методе. В чем суть этого метода? Значит, ну, формально у нас в каждом неравенстве здесь две буквы, да? Две переменных. Ну, реально, конечно, а это параметр, это как бы фиксированное число, а х это неизвестное. Но мы можем рассматривать, временно забыть про это, и считать, что а и х это равноправные переменные. То есть, получается, что каждое неравенство двух переменных. Соответственно, если рассмотреть решение каждого неравенства, то это будет множество точек, да? Множество пар чисел, х, а. Соответственно, это множество точек на плоскости, и поэтому можно в такой системе координат, координатно-параметрическое, одна ось это переменная, вторая ось это параметр, можно изобразить множество решений этой системы. Ну, а потом по этому картинке делать всякие выводы. Это достаточно мощный метод, решение задачи с параметром. Он, к сожалению, не универсальный. То есть, далеко не всегда удается построить такие красивые картинки и все решить. Тогда приходится решать другим методом каким-то. Но в данном случае он вполне себе подходит, и получается наиболее простое и красивое решение. Вот я его и приведу. Итак, значит, наша задача нарисовать, выразить как-то либо х через а, либо а через х. В данном случае удобнее а через х выразить каждое неравенство, чтобы изобразить тогда в системе координат x, o, a. Ось а у нас будет вертикально, ось х горизонтально. В данном случае неважно вертикально или горизонтально, в общей ситуации. Но в данном случае удобно а выбрать вертикально, потому что а через х проще всего выражается. Ну, собственно говоря, второе неравенство уже а через х выражено, самое сложное. Но в этих двух надо там легко выразить. В третьем все нормально, а переносим в одну сторону, х другое делим на 2, 2 больше нуля, все нормально. Единственное, первое неравенство, тут нужно а через х выразить. Но учитывая, что у нас есть область допустимых значений, ограничения, ну вот х-1 под корнем стоит, поэтому х больше либо равно единица. Ну, а раз х у нас больше нуля, то мы можем в первое неравенство, ну, легко разделить левую и правую часть на х, и знак неравенства не изменится. Поэтому вот так выражаем а через х в первом неравенстве. Ну, во втором и третьем это очевидно. Там вообще никаких оговорок не надо делать. Почему я делаю отдельную эту оговорку? Потому что, ну, зачастую школьники там, не задумываясь, умножают там, делят на выражение содержащее неизвестное, но при решении неравенства категорически запрещено. Потому что при умножении деления на такие множители непонятно, какой у них знак. Поэтому знак неравенства меняется или не меняется, мы заранее сказать не можем. То есть делать этого в суе нельзя. Но если вы уверены в том, что выражение содержащее неизвестное сохраняет свой знак, то это делать можно с оговорками. В данном случае я уверен, что х больше нуля, потому что он больше либо ранее единица. Поэтому я делю на х, и первое неравенство получится вот такое, и знак неравенства не меняется. В общей ситуации, конечно, так делать нельзя Уж поделив на x, я не знаю, там, знак поменяется или нет Но в данном случае не меняется Потому что есть ограничение лбоза И теперь вот эту систему я изображу Вот в нашей системе координат O и X Значит, ось A вертикальна, ось X горизонтальна Начинаем рисовать Да, и нас все интересует при x больше либо 1 единицы Поэтому вся там левая часть, что у нас там за нулем Нас не интересует У нас вспоминаем, что только x больше либо 1 единицы Итак, это закрашена область решения первого неравенства Где у нас A больше либо равно 2 делить на x То есть мы рисуем часть гиперболы A равно 2 делить на x Ну и A больше Значит, все, что выше этой линии Конечно, тут еще, вообще говоря, график A равно 2 на x Еще там одну вид содержит Нас она не интересует, потому что у нас x больше либо равно 1 единицы Нарисовали множество решений этого неравенства в такой системе координат Повторяем, мы рассматриваем неравенство как неравенство двух переменах Второе неравенство Тоже рисуем Значит, уравнение A равно корень из x минус 1 График этой функции рисуем Ну и кроме того Учитываем, что у нас здесь строгое неравенство Поэтому здесь вот штрихованная граница То есть граница не входит в решение Ну и A меньше этой линии То есть, значит, все, что ниже этой линии Выделили эту область Ну а вот то, что накладывается друг на друга Две более темным цветом Это у нас множество решений двух этих неравенств Ну и наконец, третье неравенство Ну A равно 3 вторых x минус 1 вторых это прямая линия И A выше этого Значит, все, что выше этой прямой И в итоге вот эта вот самая густо закрашенная область Где две границы сплошные То есть они входят, эти границы А вот здесь она со штрихом Это вот множество решений вот этой вот системы неравенств В такой системе координата рассматриваемой Как неравенство двух переменных Как теперь трактовать и перейти от этой картинки К нашей задаче Когда у нас задача с параметром То есть x это переменная А это константа На этой картинке, если мы попробуем нарисовать Ну A равно константе То это значит будет просто какая-то горизонтальная прямая Ну например, при A равном единице Это будет прямая A равно единице Она вот так проходит И вот где она эту закрашенную область пересекает Там у нас и будет решение по x Например, при A равно единице Мы видим, что x строго больше двух Потому что здесь граница не входит И меньше либо равно Ну вот этой проекции на x Тут 4, между 4 и 4,5 там какая-то Ну вот сюда надо подставить единицу 3 вторых минус 1 вторых Будет там это число А нет, выразить наоборот x вот так сюда выразить и подставить В общем, можно найти Ну и так для каждого A Например, видно, что при A равном 3 Проведем горизонтальную прямую Вообще нет пересечения с множеством решений Рассмотрим как систему двух переменных Значит при A равном 3 решения нет При A равном, например, 4 тоже нет решения Вот при A равном 1,5 Вот решение Вот эта вот область При проекции на x Вот отсюда 3 с чем-то До 4,5 чуть больше 4,5 петли Ну и так при каждом A Проводим горизонтальную прямую И смотрим решение по x А нам нужно дать ответ При каких A у нас решение Пересекается с отрезком 3,4 Ну хотя бы одна точка есть на отрезке 3,4 Для этого расписываем отрезок 3,4 Вот отмечаем его От 3 до 4 И смотрим, где у нас важные граничные точки Вот одна из них, соответствующая A1, точка A При A некоторым равном A1 Получится такая горизонтальная прямая Которая пересекает в точке A И при A равном A2 Если A равного A2 Получится такая горизонтальная прямая Отвечающая значению A2 И точка B пересекает она вот наш область Решение Соответственно видно Что если A будет находиться Где-то внутрен Откуда точка A и B берутся Тут еще по четверке идет Пересекается значение A И x равно 4 Но x равно 3 Здесь никакого значения Не играет роли в данной ситуации Ну короче, видно из картинки Для тех, кто не видно Извините, им рано еще к этим значкам приступать Итак, мы пишем просто Что из рисунка видно Что искомое значение A удовлетворяет условию A больше либо равно 1 И строго меньше A1 И строго меньше A2 Ну строго меньше, потому что здесь граница Не входит Ну а здесь входит То есть при A равном A1 Точка вот эта вот Отвечающая координаты точки A Они являются решением Соответственно, вот если я между A1 и A2 Проведу горизонтальную прямую зафиксировав Любую зафиксировав A То у меня получится Решение будет Какой-то вот такой отрезок И он будет Ну пересекаться с отрезком 3-4 При A равном ровно A2 Вот эта точка Она совпадает с четверкой Но у нас А не входит решение Потому что здесь уникало A Короче, вот такие A Осталось найти A1 и A2 Но как их искать Это дело техники Ординату точки A, например Можно найти, скажем Подставив вот сюда В A делить 2 на X X равно 4 2 на 4 равно 1 на 2 Значит, A1 равно 1 на 2 Чтобы найти B Ту же самую четверку Подставляем вот в это уравнение Вместо X Будет корень из 4 минус 1 Корень из 3 И это будет A2 И даем ответ Значит, искомое значение параметра Больше либо равно 1 на 2 Меньше корня из 3 Я здесь для экономии места и времени Другие решения Ну, алгебрические решения Не привожу Алгебрическое решение Потому что оно Существенно Более громоздкое И более сложное Чем графическое Графическое Наглядное Сразу видно Там легко получаются Эти точки граничные В алгебрическом решении Да это все аккуратно расписывать Ну, в общем, там В странице 3 оно занимает И, в общем, совершенно Ненаглядное Ну, и честно говоря В тот год Когда это было на ЕГЭ Вот, когда Материал для проверяющих Именно такое решение Приводилось На основе картинки Ну, оно Реально В данном случае Наиболее простое Алгебрическое решение Ну, громоздкое Более тяжелое И, в общем Трудно обозримое Ну, возни много Технически Это простое решение Вот такая Восемнадцатая задача Есть ли какие-то Вопросы по решению Ну, смотрю я На наш Этот самый Чат Вроде пока Ничего Не спрашивают Будем надеяться Все понятно Так И, наконец Задача Девятнадцатая Задача Девятнадцатая Для нас Я имею в виду школьников Для всех Интересно Сергей Юрьевич Был задан вопрос По предыдущему Слайду Почему Пунктиром Ну, потому что Там строгое Неравенство Вот тут же А строго Меньше Корень из Х-1 Поэтому Граница Не входит А вот там Где не строгое Больше либо равно Там входит Граница Ну, в граничной Точке Удовлетворяет Неравенство Ну, там при ней Будет равенство А эти границы Не удовлетворяют Потому что Строгое неравенство Короче Девятнадцатая задача Девятнадцатая задача Тоже четырехбальная Она Во всех Ну, для нас Интересна Для всех Школьников Почему? Потому что Вот если брать Вот рассмотренные Сейчас задачи Там Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать То есть трех Четырехбальной Задачи Там, чтобы Получить Хотя Да, впрочем И в двухбальных То же самое И в тринадцатой И в четырнадцатой И в пятнадцатой Тоже Для того, чтобы получить Хотя бы один балл Ну, нужно постараться В тринадцатой Нужно решить Достаточно непростое Уравнение Тригонометрическое Ну, там обычное Ну, такое Нормальное Нигде не ошибиться В четырнадцатой Там нужно Какую-то часть задачи Решить Чертеж построить Там Сечение Ну, в общем Там Какие-то действия сделать Ну, вообще В каждой задачи В шестнадцатой пункта Это вообще Помереть не стать Это мало кто решает А вот В семнадцатой Там Как-то продвинуться Нужно получить Хотя бы уравнение Тоже непросто Вот А девятнадцатая Чем хороша В девятнадцатой Задачи Обычно Пункт А Очень простой А иногда и Б То есть От ситуации Зависит Как правило А самый простой Но бывает Б проще Но в любом случае Один из пунктов Тут пункт А И пункт Б Каждый стоит По одному баллу И пункт В Два балла Всего в сумме Четыре балла Стоит задача Причем У нас Пункт А И пункт Б Ну пункт А Вообще простой То есть Не редкий случай Когда школьники За все задачи С развернутым ответом Получают Один балл И этот один балл За пункт А Девятнадцатая Задача Потому что Достаточно простой Этот пункт Потому что В тринадцатой Можно технически Ошибиться Ну в любой из них Там в арифметике Можно ошибиться Достаточно Ну сложное Рассуждение Придумать Надо какое-то там Продвижение Решение А здесь Достаточно ответить На вопрос Да Доказать Это как-то Ну пример Предъявить И все И у нас Получается Пункт А Вот Поэтому я Настоятельно Рекомендую Школьникам Так сказать Которые На ЕГЭ Будут сидеть Обязательно Попытаться Решить Тринадцатую Задачу Пятнадцатую И после этого Не какие-то Другие брать А посмотреть Девятнадцатый Пункт А и Б Почему А и Б Потому что Один из них Самый простой Он какой Не знаю Как правило А проще Б Но бывает Исключение Когда Б Проще А Бывает Такое Поэтому нужно Попробовать А и Б Иногда А и Б Помешают И получают Два балла Потому что Достаточно Простая задача Ну в данном случае Она классическая То есть Пункт А Самый простой Пункт Б Посложнее Пункт В Вообще Сложнее То есть Это вот Такой Типичный Если брать Полный процент Решаемости Девятнадцатой Задачи То он Ну Маленький То есть В принципе Она вообще Говоря Если брать Полное решение Четырехбальное То процент Решаемости Самый маленький Вообще На ЕГЭ То есть На четыре балла Ее решают Меньше всего Людей Восемнадцатую Решают лучше Чем девятнадцатую Но если брать Частичное решение Ну то есть Хотя бы Один балл Кто получил То таких людей Больше Потому что Например Восемнадцатая Задачи Чтобы один балл Получить Это извините Там продвинуться В решении Как-то А здесь Ну так сказать Он легко Получается Поэтому повторяю Рекомендую Всем школьникам Обязательно Решать Хотя бы Пункт А Ну а учителям Рекомендую Соответственно При подготовке К ЕГЭ Предлагать Соответствующую Задачу Ну уровня Пункта А Сложности Просто на обычных Там контрольных Самостоятельных Созвездочкой Задачи Предлагайте Можно их Отдельно Разбирать Иногда Но не делать Из этого Целый курс Изучения Потому что Все равно Не поможет А вот Просто Показывать Школьникам Что ничего В них страшного В принципе Эта задача По уровню Сложности Пункта Примерно Соответствует 20-й Задаче На базовом ВИГЛе Такая же Как базовая ВИГЛе Задача Поэтому Такого Типа Задачи Можно Давать И тем Кто к базовому Готовится И тем Кто к профильному То есть Для всего Класса Вот у вас В классе Половина Будет сдавать Профильный Половина Базовый Ясно Что тем Кто базовый Сдает Тринометрические Классы Вообще Не нужны И так дальше А вот Пункт Вот такого Типа Базовая Задача Она Базовая ЕГЭ Берите И всем Давайте Они будут И тем Полезны И этим Полезны Кто сдает Профильный ЕГЭ Потому что Ну это Задачи На смекалку Соответственно Каких-то Особых знаний Они не требуют Выходящих За рамки Пятого Седьмого Класса Иногда Проценты Ну шестого Ну обычно Пятый Класс То есть На смекалку Поэтому Рекомендую Школьникам Не бояться Пробовать Всегда Решать Девятнадцатый Пункт А если Получился И пункт Б А если А не Получился Попробовать Б А вот К В Приступать Только В том Случай Если Вы Все На свете Решили До Пункта Б Девятнадцатого И тогда Только Можно К пункту В Приступать Смело Потому что Решает Его Там Буквально Единица Масштаба Страны Ну там Меньше Одного Процента Существенно Я как-то Считал Потому что Получается Человек На семьсот В среднем Один человек Решает Полное Решение А бывает Реже То есть Это Очень Уникальный Случай Ну там Легко Провести Такое Расследование Да Как правило Полностью Решать Призеры Областных Олимпиад Вот такой Примерно Уровень Плюс Минус Они Стабильно Решают Полный Балл Все остальные Там Ну бывает Решают Бывает Ну короче Так Очень редко К счастью К счастью На ЕГЭ По математике В таблице Там Два балла Нам прощают То есть Вы можете Всего Первичных баллов Тридцать Четыре Вы можете Набрать Тридцать Два И все равно Получить Сто баллов При переводе В эту Таблицу Сертификационные Баллы Полученные То есть Тридцать Четыре Первичных Будет Сто баллов Тридцать Три Первичных И тридцать Два Первичных Это Сто Баллов То есть Пункт В Прощают Ну почему Потому что Он Нестандартный То есть Даже Олимпиадник Может Не догадаться До решения Но он Не решил Он все равно Сто баллов Получит Если До Б Он Все Более Стандартные Зачи Решит Потому что Восемнадцатая Это Стандартная Задача Более Менее Где Семнадцатая Шестнадцатая Стандартная Сложная Но Стандартная А вот В пункте В Девятнадцатая Это Может Такое Накрутить Что Просто Не успеешь Догадаться За Время Которое На Несторг Мут Отводится За 40 Мут Можно Не Успеть Догадаться Так Приступаем К решению Итак На доске Написано Несколько Различных Натуральных Чисел Произведение Любых Двух Из которых Больше 40 Но Меньше 100 Пункт А Может На доске Быть 5 Чисел Ну Как На него Ответить Может Или Нет Ответить Если Да Может И все На этом Завершится Или Да Не Может Нет Не Может В любом Случа Это Ноль Балов Потому Что Нужно Доказать Что Это Может Либо Это Не Может В данном Случае Доказать Что Может Очень Просто Достаточно Предъявить Соответствующие 5 Чисел А Если Не Может То Я Пытаюсь На Бумажке Подбирать Некоторое Время Все Не Получается Ну Давайте Так Попробуем Подобрать Подобрали Раз И Подобрали Вот Эти 5 Чисел 6 7 8 9 10 Проверяем Произведение Любых Из 90 Все Стали Продвинение То Есть Они Любых Двух Больше 40 Меньше 100 Все Все Уполняется Даем Ответ Получаем 1 Бал В 13 Для Получения Бал Нужно Было Тригенетическое Уравнение Вспомните В 14 Доказать Что Сечение Проекция Квадрат И так Далее А Здесь Пример Привел Все Это Решение Да Такой Может Быть Пример Приведенный Пункт Б Начинаем Решать Пункт Б Крутим Крутим Подбираем Эти Шесть Чисел И Чего То У Нас Не Получается Соответственно Ответить Что Да Можете Привести Пример У Нас Не Получится Соответственно Надо Будет Доказать Что Невозможно Скорее Всего А То Что Это Невозможно Это Уж Надо Доказывать Здесь Пример Никакого Не Придумаешь Поэтому Конечно Пункт Б Здесь Сложнее Вот Начинаем Пункт Б Доказывать Будем Методом От Противного То Предположим Что Эти Шесть Чисел Такие Существуют Они Записаны На доске Ну И Для удобства Записаны Моих Порядки Возрастания То А1 Меньше А2 И так Дальше Меньше А6 Вот Шесть Чисел Тогда Нам Известны Условия Что Это Различные Натуральные Числа Значит Если А2 Больше А1 То А2 Больше Либо Равно А1 Плюс 1 Ну Следующее Либо Еще Дальше Натуральное Число И Также Для Каждого Мы Можем Записать Получаем Такую Цепочку Неравенств Дальше У нас В произведении Любых Этих Двух Чисел Должно Быть Меньше 100 То Среди Них Не Может Быть Больше Одного Двухзначного Числа Потому что Если Двухзначного Двухзначного 11 Уже Произведение Больше 100 Значит Если Вот У нас 10 Может Быть Пункт Я был Пример Да Последнее Число Вот 10 Оно Было А Вот Двух Двухзначных Быть Не Может Произведение Больше 100 И Начинаем Смотреть Если А1 Первое Число Больше Либо Равно 6 Тогда У нас А5 Больше Либо Равно А1 Плюс 4 То Будет А5 Больше Либо Равно 10 Ну И А6 Больше Либо Равно 11 Значит А5 И А6 Двухзначные Числа Что Невозможно Значит А1 Больше Либо 6 Не Может Быть Натуральным Числом Ну А Если А1 Меньше Либо Равно 5 Изучаем Этот Случай Тогда Так Как Их Произведение Больше 40 То А2 Должен Больше Чем 40 На А1 А1 Это 5 Значит А2 Больше Либо Равно 9 Ну А Если Первый 5 Меньше Либо 5 А второй Больше Либо 9 То Третий Уже Будет Двузначный А четвертый Двузначный Соответственно Это Невозможно Два Двузначных Быть Не Может И Вот Мы Перебрали Все Возможные Варианты Первое Число Либо Это Невозможно Значит Наше Предположение Неверно И Таких Шести Чисел Доски Быть Не Может Даем Ответ Нет Не Может В данном Случае Быть Такого Сергей Юрьевич Просит Вернуть Предыдущий Слайд Ненадолго А что Там В условиях Посмотреть Что Напишите В чате Пожалуйста Зачем Вам Понадобился Слайд Предыдущий Что Здесь Вам Почему Больше Девяти А не Восьми Это В каком Месте Где В каком Месте Б Ну Б Да Вот Мы Расписали Шесть Чисел Ясно Что Каждая Из них Больше Либо Рано Предыдущего На Единицу Соответственно Получаем Такую Цепочку Неравенств То есть Шестое Больше Либо Равно 1 Плюс 5 5 Больше 1 Плюс 4 И Рассмотрим Все Возможные Случаи Если Первое Больше Либо 6 То Из этих Вот Неравенств Следует Что Пятое И Шестое Будут Оба Больше Либо Равны Оба Будут Двузначные Пятое Больше 10 Шестое Больше 11 Раз Они Оба Двузначные Это Невозможно И Наоборот Если А1 Меньше Либо Равно 5 Так Как У них Произведение Больше 40 То А2 Больше 40 Делить На А1 Но У нас А1 Меньше Лавно 5 40 На 5 Это 8 Значит А2 Больше 8 Значит А2 Больше Либо Равно 9 Если А1 Меньше 5 Если Ну и так Дальше Тогда Будет А2 Еще Больше В крайнем Случае 5 Значит А2 Больше Либо Равно 9 В любом Случа А Если А1 Взять 4 То А2 Уже Будет Больше 10 Еще Хуже Потому Что 3 И 4 В этом Случа И А2 Больше 9 Они Будут Двузначные Это Опять Так Невозможно Вот И Получается Что Я Перебрал Все Возможные Варианты Для Первого Числа Но Либо Больше 6 Либо Меньше 5 Других Натуральных Чисел Быть Не Может Соответственно И В каждом Случа Получилось Такое Невозможно Значит Таких Шести Чисел Быть Не Можем Наше Предположение Неверно И Шести Чисел На доске Записать Невозможно В Удовлетворяющих Условиях Так И Пункт Б Напоминаю Условия Какое Наибольшее Значение Может Принимать Сумма Чисел На доске Если Их 4 Значит Сумма Чисел Если Их 4 Ну Опять Рассуждение Похоже На Решение Пункта Б Вот У нас Есть Четыре Числа Они Записаны На доске И Для Удобства Я Их Вот Так Обозначу Самая Маленькая Через А1 Следующая А2 А3 Четы По Порядку Тогда Опять Жить Условия Так Как Числа Все Разные Натуральные То Каждая Из Них Как Минем На Единицу Больше Приндущего Получаем Такую Цепочку Неравенств То А2 Больше Ну 1 Плюс 1 А3 Больше 1 Плюс 2 И А4 Больше 1 Числа Плюс 3 Вот Но Опять Таки Двузначных Чисел У них Не Должно Больше Одного Двузначного Числа Аначе Празднее Больше 100 Значит Тогда Двузначных Не более Одного Если А3 Меньше Либо 9 Но Если А3 Меньше Либо Равно 9 То А4 Будет Уже На Единицу Больше Значит Ответственно Если А3 Больше 9 Например 10 То Уже 4 11 Соответственно Их Быть Не Может А3 Меньше Либо Значит У нас Важно Что Двузначных Будет Не более Одного Если А3 Меньше Либо 9 Если А3 Больше 9 То Значит А3 Уже Будет Двузначное Но И Четвертая Тем Более Двузначная А 2 Двузначная Будет Не может Значит А3 Меньше Либо 9 Еще Раз Если А3 Равно Больше 9 То Двузначное Следующее За ним Тоже Двузначное Значит 2 Двузначное Быть Не может Значит А3 Тоже Меньше Либо 9 Если первое число больше либо равно 8, но первое 8, второе больше или на 9, третье больше или на 10, ну и соответственно противоречит тому, что третье должно быть меньше или на 1. То есть А1 больше или на 8 быть не может. Если А1 меньше или на 5, опять-таки не может быть, потому что в предыдущем пункте мы показали, что А3 тогда будет двузначным и А4 тем более двузначным. Значит получается, что все возможные варианты для А1 это либо 6, либо 7. Что больше или на 8 не может быть, меньше или на 5 тоже не может быть. Значит либо 6, либо 7. Перебираем все эти случаи. Значит А1, либо 6, либо 7. Значит если А1 равно 7, тогда А2 больше или на 8. Учитывая, что А3 меньше или на 9, получим, что А2 8, А3 9. Если первое 7, третье меньше или на 9, а между ними еще и второе нужно в сумму. То понятно, что только 7, 8, 9. Ну и так как у нас произведение третьего на четвертого должно быть меньше 100, а третье 9, то значит получается А4 меньше или на 11. Значит у нас получается, если А1 равно 7, то это 7, 8, 9 и четвертое число либо 10, либо 11. Но нам нужно, чтобы сумма была наибольшая. Поэтому берем четвертое число 11, получаем сумму 35, наибольшую возможную сумму. Если А1 равно 7. Если А1 равно 7, то единственный случай. 7, 8, 9. А точнее 7, 8, 9 однозначно определяется. А четвертое число либо 10, либо 11. Но самая большая сумма, когда она 11, 35. И рассматриваем случай, если А1 равно 6. Тут уже сложнее. Значит если А1 равно 6, а А3 у нас должен быть меньше или на 9, мы это раньше выяснили. То возможно три случая. Значит 6, 7, 8. Первые три числа. Тогда 8 на А4 меньше 100, то есть А4 меньше или на 12. 12 на 8 это 96, да? А вот 13 уже больше 100 произведений. Значит меньше равно 12. Наибольшая сумма. Значит 6, 7, 8. А последняя либо 9, либо 10, либо 11, либо 12. Но самая большая сумма будет если он 12. И суммируем, получаем 33. Пока нам не очень. Мы уже 35 нашли больше. Случай Б. Если у нас, ну первое 6, второе 7, а третье не 8, а 9. Тогда уже из условия того, что произведение меньше 100, а четвертая должна быть меньше или на 11. То есть либо 10, либо 11. Но сумма в этом случае тоже будет 36, 7, 9, 11, 33. И третий случай. Если первый 6, а второй не 7, а 8. Тогда третий однозначно 9, 6, значит 6, 8, 9. Ну а четвертый может быть либо 10, либо 11. Потому что произведение 9 на 4 меньше 100. То есть 9 на 11 это 99, это меньше 100. Значит либо 10, либо 9. Ну и наибольшая сумма в этом случае будет 6, 1, 8, 2, 9, 3, 11, 4. Сумма 34. Ну и все. То есть у меня 1, либо 6, либо 7. Все возможные случаи я перебрал. Тупо, нудно и долго. И значит получается, что из... Получались суммы 35, 33, 33, 34. Наибольшая 35. Даем ответ 35. То есть за 4 чисел наибольшая возможная сумма 35. И это будет для варианта вот этого. То есть 7, 8, 9, 11. Так, сумма 35. Вот в этом решении все варианты перебрали. Я так понимаю, что 1 балл нам сняли. Это вообще 2 балла стоит. Если бы я вот при этом переборе правильный ответ получил, но какой-то из случаев пропустил. Тогда рассуждение какой-то случай не разобрано. 1 балл можно было бы снять. А так, тут 2 балла. Ну, в общем, задача такая. В большей степени на перебор различных вариантов. Перебор, кстати, можно по-разному организовать. Тут записывать можно по-разному. Тут дело вкуса, честно говоря. Но, в любом случае, надо аккуратно. Видите, получилось 4 случая. 1, 2А, 2Б и 2В. Вот их надо все перебрать. При условии, что 1 число либо 6, либо 7. Ну, из анализа видно, что в других случаях быть не может. То есть мы все возможное перебрали. Ну, как видите, пункт В всегда самый сложный. Сергей Юрьевич, вопрос в чате по пункту В. Да. А, давайте посмотрим. А будет балл за пункт В, если слова написал, что надо брать наибольшие возможные числа, чтобы сумма была 0. Ну, для 7 условий, подбором получаем вот это. Вот вы получаете подбором вот такую сумму. Вы привели пример. А как доказать, что это наибольший? А вдруг может быть больше? То есть для полученного набора нужно показать... Вот вы видите, тут при анализе где-то выскакивает последнее число 12, да? Четвертое. А вдруг там как-то они перекрутятся и получится, что сумма будет больше 35. Ну, в общем, будет балл за пункт В, если слова написал, что надо брать наибольшие, чтобы сумма была наибольшие, выбрать число свой, подбором получаем. Ну, может и будет. Пример приведен. По идее, за пример дает 1 балл. За доказательство того, что этот пример удовлетворяет второй балл. То есть ограничение. Как правило, там при доказательстве на наибольшую сумму, наибольшее значение, мы что доказываем? Мы доказываем, что наибольшее не может быть больше 35 и приводим пример, что оно равно 35. За пример дают 1 балл и второй балл за доказательство, что больше быть не может. Значит, если я пример привел, ну да, по идее, должны 1 балл дать. По идее, 1 балл должен быть, ну, если нет доказательства того, что это наибольшее значение. Ну, пример приведен. То есть, ну, там обычно вот такие задачи, критерии какие? Ну, пункт А понятно, Б там по 1 баллу, ясно за что. А в пункте В, как правило, дает 1 балл. Вот здесь вот прям в этом случае, да, 1 балл за оценку, а оценка это 35. И второй балл за доказательство, что вот больше этого быть не может. Нет, точнее так, оценка это как раз таки доказательство того, что 35 наибольшее значение, а пример это конкретный пример, при котором сумма равна 35. Вот за пример 1 балл и за оценку 1 балл. Ну, фактически здесь просто перебором решалось. Ну, честно говоря, вот мне эта задача не очень, ну, пункт В не очень нравится, потому что он такой, ну, нудноватый перебор обычный, да и все. То есть в этом смысле она, ну, не оригинальная, не такая красивая, скажем так. Ну, пункт А и Б достаточно простые. Ну, то есть вот такая задача, я не знаю. Но она реально была на ЕГЭ. Я как бы вот специально такую взял, не очень красивую, но нудноватую, но тем не менее, с перебором решаемую. Так, ну, собственно говоря, на этом мы все задачи рассмотрели. Ну, я уже говорил о том, что вот если вы пункт В не решаете, вы все равно можете 100 баллов получить на ЕГЭ. То есть он как бы дополнительный, со звездочкой, да. То есть решил, молодец, не решил, все равно 100 баллов получить. Ну, происходит, что все остальные решили. Потому что В это все-таки, ну, олимпиадное задание. А любое олимпиадное задание, оно, ну, как вы понимаете, на смекалку. Догадался, решил. Не догадался, можешь, времени не хватит решить. На нет, вытесортный. Так, ну, вот здесь вот говорится о том, что у нас тут еще будут разные варианты разбираться. В ближайшее время будет по математике еще ОГЭ полностью вариант разбираться 14 апреля. Ну, и остальные предметы, там, биология, химия, география, и так дальше, ОГЭ, ЕГЭ. Так, по подготовке к русскому языку тут целая история, да, куча, видите, вот здесь на сайте тоже. Ну, вы эту презентацию потом скачаете, можно там подробно посмотреть. Сейчас переписывать не надо. Так, все. Сейчас я тут завершу показ. Вот, и таким образом вот мы рассмотрели. Я, опять-таки, для сложных задач, там, где были, ну, примерно, равноценные решения, я, ну, несколько разных решений привел. Как правило, как правило, такое и бывает. То есть реально вот они по-разному решаются. Это хорошо, потому что, ну, мало ли какое решение там, на экзамене придет в голову, и мы решаем, как можешь. Вот. Потому что есть ограничения по времени, конечно, жестокие. То есть всего у нас 4 часа без 5 минут. Поэтому вот там очень жестко расписано время. А нужно еще и переписать, если это за часа грамотным ответом. То есть достаточно сложно. Ну, в общем, надеюсь, вам было интересно. Таким образом, желаю вам на ЕГЭ на ближайшем удачи школьникам. Ну, и учителям тоже не хворать и чувствовать себя хорошо. И, в общем-то... Ну, и учителям. Ну, и учителям. Ну, и учителям. Ну, и учителям. Продолжение следует...